МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, во-первых, бюджетное правило, или третье пришествие Кудрина с бюджетным правилом. С нашей точки зрения это сверхошибочное решение. Почему? Потому что в условиях стагнации нашей экономики, нехватки финансовых ресурсов нам надо не канализировать нефтедоходы, а надо их целенаправленно направлять в подъем реального сектора экономики. Тогда у вас и налоги, и все остальные вопросы будут. Второй, с нашей точки зрения, сверхнепопулярный закон, мы его называем упрощенно налог на отдых, потому что каждый из вас, так называемый курортный сбор, каждый из вас купил путевку или собрав деньги и поехал дикарем, теперь вынужден будет заплатить еще до 100 рублей сноса, ну, сейчас до 50 с учетом поправок, на каждого своего попутчика или члена семьи, для того, чтобы якобы поправить курортную инфраструктуру, хотя это тоже выглядит абсурдом, если вы триллион из дополнительных доходов опять отправляете в кубушку, а на 13,9 миллиардов долларов закупаете американские казначейские обязательства в мае месяце, да, и в это же время ходить из нищих граждан, которые только за прошлый год доходы упали на 7,9%, ну, выглядит сверх абсурдно. Ну, и, конечно же, новылы, которые вносят в энергетическое законодательство, где также сейчас под сурдинку пытается Газпром пролоббировать свои интересы, Росети, Росгидро, и об этом мои коллеги расскажут. Сегодня будут во втором чтении рассмотрены два законопроекта, которые без привлечения касаются, наверное, приблизительно двух третей населения Российской Федерации. Первый законопроект – это внесение изменений в закон о теплоснабжении, еще ряд смежных законодательных актов, которые в корне меняют систему теплоснабжения в Российской Федерации. Предлагается, что в Российской Федерации мы перейдем к модели альтернативной котельной. Данная модель была разработана несколькими американскими фирмами для компании Ренова. И ее основного держателя, господина Виксельберга. Вы знаете, что в руках находится сегодня достаточная часть активов теплоэнергетики, в частности, в виде компании Т-Плюс. Так вот, на базе данных изменений, на базе данных новаций предлагается ускоренными темпами увеличить, в данном случае, окупаемость проектов в инвестиционной сфере теплоэнергетики, но основным инвесторам в данном случае будут служить, опять, не какие-то средства инвесторов, и даже не банковские средства, а средства простых граждан. Предполагается, что до 2025 года будет собрано дополнительно порядка 2,5 триллионов рублей. Это все средства, которые будут собраны из граждан, как вы понимаете, и, естественно, из бюджетных организаций от около 130-140 миллиардов рублей. За счет этих средств предполагается, что крупные теплоснабжающие компании, обычно с режимом когенерации, улучшат свое положение, будут строить сети, ну и, естественно, якобы на этом основании повысится эффективность теплоснабжения. Тарифы вырастут, причем рост тарифов будет самый разнообразный, по некоторым данным, до двух раз в ряде сибирских регионов, ну а в среднем 80% регионов данный законопроект приведет к повышению роста тарифов. 80% регионов. Фактически вся тяжесть по, в данном случае, реконструкции систем теплоснабжения, их реорганизации ляжет на простого потребителя, гражданина. Мы напомним, что в основном тепло потребляется у нас населением, ну и частично, естественно, на бюджет Российской Федерации. Никакие иные варианты снижения, в данном случае, затратности, повышения эффективности работы, введения моделей единого покупателя и еще ряд мер, которые предложили эксперты, чтобы не допустить роста тарифов, к сожалению, не приняты. И Российская Федерация, в данном случае, под влиянием ряда олигархических структур, имеется в виду правительство Российской Федерации, под влиянием давления со стороны вот этих крупных поставщиков тепловой энергии, пошло на самый непопулярный и, на наш взгляд, неверный вариант решения данной проблемы. Второй законопроект касается многострадального ОДН. Я напомню вам, что группа депутатов внесла соответствующий законопроект, который был призван снизить вот эту плату и практически ее, в общем-то, даже исключить из состава платы за коммунальные услуги. Я напомню, что в результате введения разного рода нормативов на уровне регионов 10% регионов плата за ОДН не то что не уменьшилась, а даже возросла, причем значительно. Последовало ряд законодательных решений, и сегодня мы пришли по предложению правительства в виде поправок к очередному решению, но, скажем так, оно весьма спорное. Вместо автоматического учета наиболее выгодной модели для потребителя оплаты за ОДН правительство предлагает платить по нормативу в течение года и получить перерасчет только в конце года. Как это будет делаться, в какой схеме, как будет считаться, на сегодня все это покрыто мраком и таит большое количество потенциальных рисков. Естественно, что мы предложили свою модель, будем ее сегодня отстаивать. Если плата по нормативам меньше, чем по счетчикам, платим по нормативам. Если плата по счетчикам меньше, чем по нормативам, платим по счетчикам. Вполне поясная и ясная модель, которую мы будем сегодня отстаивать. Вопрос развития курортов, безусловно, является на сегодняшний день одним из социально и экономически значимых, касаясь интересов большого числа российских регионов. Однако в нашем понимании тот законопроект, который внесен правительством и который даже поправлен бюджетным комитетом, далек от действительного решения существующих проблем. На самом деле кардинальным и реальным решением развития курортов должна быть специальная федеральная инвестиционная программа. Наша партия выступает именно за это. Несколько миллиардов рублей для начала, они могли бы стать стартовым пунктом для того, чтобы решать вопросы инфраструктуры, инженерной, дорожной, очистной и так далее. Все это первоочередные задачи курортов, по крайней мере, я хорошо знаю ситуацию на черноморских курортах, что требуется. К сожалению, внесенный законопроект, во-первых, запрещает муниципалитетам вообще заниматься решением этих вопросов, исходя из курортного сбора, особенно если учитывать поправки бюджетного комитета. И вообще зачисляться средства в местный бюджет не будут, а будут зачисляться в бюджет регионов. И второе, с чем мы категорически не согласны, это все-таки дополнительный сбор на жителей, на отдыхающих. Вот картинка, допустим, из сегодняшнего сезона курортного в Краснодарском крае. Девочка просит молодого отца купить стакан сока, а он ей отвечает, доченька, тогда ты не пойдешь на карусели. Большое количество наших отдыхающих считает копейки для того, чтобы поехать летом на море, отдохнуть с детьми. А дополнительные 50 рублей ежедневно, пусть даже дети и не будут облагаться этим сбором, это все равно достаточно серьезная нагрузка. И кроме того, мы можем этим самым подтолкнуть отторжение курортов со стороны российских отдыхающих и перенаправленность их в другие места, и уменьшится доходы крупных наших здравниц, крупных здравниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха. Что мы предлагаем? Мы предлагаем, первое, плательщиками курортного сбора должны быть не наши граждане, приезжающие отдыхать, а организации и предприниматели, работающие на данной территории, оказывающие услуги и реализующие товары. Второе, контроль за своевременностью и правильностью исчисления этого сбора осуществлять должны налоговые органы, а в правительственном законопроекте с учетом поправок бюджетного комитета вообще непонятно, кто будет администрировать. Третье, мы предлагаем, чтобы был создан специальный курортный совет в каждом таком городе-курорте или территории курорта, где будет проводиться эксперимент. Именно он должен определять приоритеты расходования средств, именно он должен контролировать правильность направления тех средств, которые собраны в курортном сборе. И последнее, что отличает наши предложения, заключается в том, что стопроцентно все средства сразу зачисляются в местные бюджеты, и они вправе сами определять, как им расходовать свои средства. Вот такие предложения мы считаем, что они могли бы поддержать и экономически, и социально все курорты в сегодняшней ситуации. Единственное, я уточнил бы, чтобы это не пугало, наше предложение 0,01% от выручки. Но, повторюсь, мы предлагаем создать курортный совет как раз из плательщиков, которые будут главными контролерами и определяющими направление расходования. То ли это здравница, то ли тротуар, то ли очистные, а не мэрия даже. Потому что мы считаем, что сегодня у нас есть неэффективность исполнительной власти и большое увлечение освоением, а не решением проблем. Потому что у нас апеллированные структуры, как правило, со значительным завышением смет, сегодня и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне, осваивая деньги, они решают проблемы. Мы кардинально предлагаем поменять. Редактор субтитров А.Семкин